Добрый день, дорогой коллега! На связи Александр Куртеев и в этом видео я вам покажу, как пользоваться Asimiling 7. Итак, у нас установлена Joomla 4, у вас может быть установлена Joomla 3. Не суть, сам Asimiling от этого не меняется. Перейдем в Asimiling и начнем по порядку сверху вниз, пройдемся по пунктам. Значит, первый пункт это панель управления. Сейчас версия, на которой я показываю 7.9.7, у вас может быть версия чуть больше, но не суть, там меняются какие-то правки вносятся, что-то добавляется, основные возможности как были, так и остаются. На главной, на дашборде, в панели управления, другими словами, есть кнопки быстрых действий, которыми я никогда не пользуюсь. Есть общая статистика, какая-то статистика и время открытия, что не несет никакой практической ценности по факту. То есть, непонятно, что из этого графика, какой можно сделать вывод. Вот, оценка открытий кликов, но здесь уже более-менее понятно. Вот этот дашбор такой, все интересно у нас будет дальше. Итак, формы подписки. Здесь мы можем сгенерировать форму, которую вставим на Joomla. Если у вас система на WordPress, значит на WordPress. То есть, это внутренняя форма внутри самой CMS. То есть, поставить отдельно там на Tildu, на Schoolmaster, на GitKurs и так далее, какое-то другое место не получится. Это формы только внутренние. Для генерации внешней формы нужно воспользоваться скелетом формы, который мы предоставляли вам с предыдущим курсом оси Майлинга. Если у вас есть такая потребность, напишите нам, мы вам код формы скинем и дальше вы уже можете размещать внешнюю форму в любом месте. Итак, подписчики. Здесь у нас находится список подписчиков. Их можно фильтровать. Все активные, подтвержденные, неподтвержденные. По факту, активные, подтвержденные, неподтвержденные не особо влияют на отправку. То есть, мы всегда, когда отправляем по всем, у нас отправляется по всем. Это просто такая дополнительная возможность выбирать, кто подтвержден, кто не подтвержден. Такие внутренние стадии перехода между подтверждениями. Я обычно этим не пользуюсь. Дополнительно здесь можно показать фильтры, очистить поддельные учетные записи. Это подключается сервис Asimiling, который каким-то образом определяет поддельные учетные записи, но не нужно его использовать. Во-первых, он платный. Во-вторых, все, что нужно определить, мы определим сами с помощью стандартного функционала. Итак, здесь мы можем импортировать пользователей. Можем добавить пользователя. Как видно, у пользователя есть дополнительные поля. Про дополнительные поля я сейчас также расскажу. Если нам нужно сделать что-то с пользователем, кстати, очень удобно, что в Asimiling во всех версиях эти списки отмечаются кружочками. То есть мы видим сразу, на какое количество рассылок подписан пользователь чисто визуально кружочками, то есть не названиями списков. Мы можем зайти в нужного пользователя, посмотреть, какие письма ему были отправлены, когда он их открывал. Сейчас масштаб у меня небольшой, поэтому друг на дружку наезжает, из-за того, что экран маленький. Если я сделаю экран больше или меньше, то будет все красиво. Поэтому особо на масштаб сейчас внимания не обращайте. Вот. Это пользователь. Видно, что он подтвержден в новый триал, записался на тест-драйв. Вот. Отписан. Ни от чего не отписан. Если нужно, мы можем его отписать. Либо здесь, либо вот здесь взять. Управление подпиской и подписать на нужные рассылки, если это нужно сделать вручную. Итак, это то, что касается пользователей. В принципе, всю работу с ними рассмотрел. Мы можем здесь... А, насчет импорта. Вы можете импортировать из файла. То есть вы загружаете файл, а потом система вам предскажет. Выберите, что в первом столбце, что во втором, что в третьем. Например, в первом имя, во втором email, в третьем телефон. Вот. И выбираете, в какой список импортировать. Вот. Либо можно вставить вот так вот импорт из текста. Нажимаем импорт. И вот он говорит. Это имя, это email. Да, все верно. Кодировка UTF-8. Да, импорт подписчиков. И говорим, в какой список этих подписчиков мы положим. Вот таким образом мы импортируем людей. Если вдруг в процессе возникла ошибка, в процессе импорта, то это означает, что в файле импорта где-то тоже есть ошибка. То есть какой-то email написан с ошибкой. Для этого нужно будет пройтись по файлу импорта и проверить. Идем дальше. Поля. Здесь мы, у нас есть стандартный набор полей. Это имя, email и что-то там еще. Вот. А все остальное мы можем задать, добавить дополнительные поля. Например, у нас на School Master люди выписывают триал. И для того, чтобы в дальнейшем с человеком общаться, мы ему в дополнительные поля заносим ссылки. Вот ссылка на генерацию триала, логин админа, сам сайт, сам сайт, потом логин и пароль. Пароль одинаковый, поэтому одно поле. Вот. Ну и еще у нас есть там дата продления, возобновление подписки. Это все у нас в полях. Потом мы это можем использовать как для фильтрации, так и для того, чтобы в письмо вставить какой-то тег с указанием динамического значения. Динамического, то есть изменяется от пользователя к пользователю. Вот это то, что касается пользователей и подписчиков. Следующие списки это наши рекламные компании. То есть мы здесь создаем список. Список как сущность, которая объединяет email по данному названию. Значит, что у нас здесь может быть в списке. Отслеживать этот список, значит, собирать статистику. Здесь вот мы видим всех подписчиков, кто отписан, не отписан. И здесь самое важное, здесь письмо приветствия, письмо отписки. Вот письмо приветствия самое важное. Это означает, что это письмо будет отправлено сразу после того, как пользователь подписался на эту рассылку. То есть не дожидаясь каких-либо там срабатываний планировщиков, автоматизации, вот сразу подписался и ему к пушам проталкивается вот письмо для дальнейших действий. Это может быть письмо для, например, подтверждение подписки или что-нибудь еще. Вот. Ну и письмо отписки. Это если пользователь отписался и вы ему хотите отогнать и что-то еще рассказать. Вот. Значит, со списками здесь все понятно. И, например, как у нас выглядит хозяйство, когда уже заполнено. Например, вот выписали счет на шаблон. Там видим, что у нас за последние 30 дней там плюс 3 человека. там подтвержден новый триал. Вот плюс 27 подписалось, плюс 5 за последние 30 дней отписалось. И вот как у нас работает. Сразу сейчас углублюсь на уровень ниже. У нас в School Master может быть double opt-in, то есть подтверждение на уровне всей системы включено, либо, ну, как бы, отключено на уровне всей системы. То есть, либо работает для всех списков, либо не работает для всех списков. Так, чтобы работало для одного, не работало для другого, такого сделать нельзя. Не знаю, почему, я их 5 лет уже, наверное, прошу об этом. Вот. Поэтому у нас есть стратегия, как делать двойное подтверждение для отдельных списков. Для этого мы в общих настройках в целом выключаем двойное подтверждение, а для отдельных списков мы составим два списка. Вот, как видно, у нас есть double opt-in, список называется. То есть, сюда попадают все люди, которые только вводят данные в форму. Вот они сюда попали, и им сразу отправляется письмо приветствия «Подтвердите генерацию триала». Вот это письмо им отправляется. И пока пользователь не нажал на эту кнопку, он в другой список не перейдет. А как только он нажмет на эту кнопку, у нас срабатывает правило, которое реагирует, что нажал на эту кнопку, значит мы его подписываем на другую рассылку. Из этой рассылки удаляем. Вот, таким образом у нас реализован double opt-in, если он нужен только для отдельных списков. Вот, ну это чуть более продвинутый уровень. В принципе, здесь все очень просто, но если нужно было детали уточнить, напишите, мы подскажем. Далее, списки, еще раз повторюсь, это общая сущность, которая собирает количество людей, а сегменты это уже динамический диапазон на основе каких-то условий. То есть, пользователь сюда может попасть по какому-либо событию, кликнул на ссылку, открыл письмо, подписался на рассылку. То есть, это не только просто сущность, подписанная на рассылку, а пользователь может перемещаться в зависимости от каких-либо действий, или пришло ему какое-то письмо, и он по этим сегментам может перемещаться. По сегменту мы также можем делать рассылки, либо сегмент можем вычитать из рассылки, из отправки. Вот, письма и шаблоны. Сперва пойдем нелогичным путем, зайдем в шаблоны. Первое, что вам нужно сделать, это создать шаблон. На это нужно потратить определенное время, может быть, часа 3-4, сделать шаблон со всеми элементами, которые вы там будете использовать. Я все время так сделал. Ну, здесь все очень просто, логотип вверху, потом какие-то блоки с текстом, блоки с выноской, блоки на другом фоне, то есть, я сразу продумал, какие варианты у нас могут быть в рассылке, подпись и куда нам писать. Вот, скажем, футер. Вот, сделал такой шаблон и после этого я его использую в всех письмах. Вот, то есть, зайдите в шаблоны и сделайте, и потом уже можно будет использовать. Значит, переходим в письма. У нас здесь есть 6 типов писем. Это компании, которые, ну, просто рассылка отправлена. Она может быть отправлена сразу при вас, может быть отправлена через какое-то время, но так или иначе, это просто 7-минутное письмо. Тематическое. Вот, автоматические компании, это относится к возможностям Joomla и WordPress. Это когда у вас письма генерируются сами, по событиям и отправляются в нужное время. Допустим, каждую пятницу вы хотите отправлять дайджест последних материалов на блоге, либо каждое воскресенье отправлять ссылки дайджест продуктов, на которые сейчас есть скидка. Здесь формируются как раз сегменты, какие продукты выбирать, с какими лейблами, за какой период, когда отправлять письмо, какому списку людей. Вот, то есть, это чисто узкая тема для Joomla и для WordPress. в последовательности это уже серия писем. Человек подписался и ему идет серия писем. Вот здесь мы сразу видим процент открытий, процент кликов, каждое письмо можно настроить. Приветственные письма это то же самое, что у нас находится в списках, только общим списком выведено из всех списков. Вот, письма отписки, ну и есть письма с днем рождения, в принципе, если нужно, можно завести. Вот, что касается письма, ну допустим, рассмотрим какое-нибудь письмо. Как работать с письмом? Мы нажимаем редактировать email или загрузить шаблон и здесь у нас скрывается редактор письма. Вот, текстовый блок. Значит, посмотрим, вот здесь справа три вкладки. Первая вкладка это разметка 1, 2, 3, 4 колонки и какие блоки в этой разметке имеются. Например, мы так перетаскиваем один блок и сюда можем переместить, например, кнопку. Кнопку перенесли. Вторая опция это настройки уже непосредственно элемента. Когда ничего не выбрано, ничего не выбрано. если мы выберем выбрать блок, то есть что у нас здесь будет? Призыв к действию, у каждого свои настройки. Это будет отписаться либо подтверждение подписки. Подтверждение подписки. Это уже внутренние глаголы, внутренние действия. Если призыв к действию, то у нас появляется ссылка. Собственно, вставляем ссылку. Если у нас текст, то в тексте мы можем добавить динамические элементы. Это какие-то данные от пользователя джунгла, какие-то данные от подписчиков, которые дополнительные мы поля добавляли. Это могут быть ссылки сайта. Это может быть время, это может быть информация о рассылке, то есть название списка рассылки, тема кампании и так далее. И вот таким образом мы создаем письмо. Вот, например, кнопка настроена. Я здесь просто взял и кнопка поставила ссылку, фоновый цвет, закругление поставил, получилась красивая кнопочка. Мы можем сразу письмо посмотреть, как оно будет выглядеть на мобильном. Примерно так, естественно, что что-то будет отличаться, но в целом будет выглядеть вот таким образом. Если мы нажмем на последнюю вкладку, то мы увидим основные цвета, размеры тегов для абзаца, для ссылок, для списка. Если у вас где-то не совпадают размеры, потому что например, вот это абзац, размер, а вот это список, естественно, у них разные задаются размеры, по умолчанию. Естественно, мы здесь можем задать свои размеры, но зачем постоянно задавать свои размеры, когда у нас может быть всегда размер задан и для основного шрифта. поэтому это настраивается все на последней вкладке и это настройки шаблона, то есть это также настраивается все в шаблоне. Вот, это то, что касается письма. Отправить тестовое письмо для того, чтобы проверить, как оно все работает. Вот у нас получилось письмо, кстати, в предпросмотре оно немножко комкается, ну, здесь удаляются некоторые энтеры, а при отправке все работает нормально. Значит, название компании, то, что вы травать. Сохранить и продолжить. Здесь дальше мы выбираем, кто же у нас будет получать это письмо. Вот, выбираем всех людей. Ну, допустим. А дальше мы можем, то есть, если вам нужно выбрать всех, а потом сегментом убрать, то мы здесь выбираем все. Вот, и дальше мы из этого списка вычитаем сегмент. То есть, говорим, что да, все это замечательно, но вот сейчас нам нужно отсегментировать, и мы берем только вот тех, тех и тех. вот, то есть, на странице сегмента мы можем уточнять. Можем выбрать сохраненный сегмент, либо можем сами здесь отфильтровать, так как нам нужно. Дальше, настройки и отправки. По умолчанию тоже задано в настройках, имя пользователя, имя отправителя и так далее. Можете задать другое. Вот, и варианты есть. Это тоже письмо отправлено, поэтому уже все выставлено. По расписанию 14-25, 22-11 выходило, либо прямо сейчас. ставим всегда по расписанию. Потому что если поставить сейчас, вам нельзя будет окно закрыть, у вас отправка будет идти. Есть список 20 тысяч человек, но отправка будет идти минут 40, может быть, в зависимости от сервера, а может быть и 2 часа. В зависимости от того, как у вас все-таки настроена скорость отправки. Поэтому, чтобы окно не висело, браузер случайно не сбросился и непонятно кому не отправилось, хотя это все можно отследить, кому не отправилось и заново отправить, но чтобы не лишний раз не скажем так, себе на голову задачи не создавать, то рекомендую ставить по расписанию, чтобы отправилось через 5-10 минут, допустим, если нужно отправить прямо сейчас, и спокойно ставите по расписанию, оно отправляется и нет никаких проблем. Но важный момент, лицензия приобретается на год, моя лицензия в сентябре заканчивается, если я 22-го часа не продлю, то я смогу отправлять только письма, которые отправляются при мне сейчас, то есть по расписанию отправляться не будут, потому что лицензия у Аси Майлинга завязана на планировщике, а планировщик находится у них, и они отключают, если лицензия не работает, все очень просто. Но, когда лицензия закончилась, важное отступление, система не пропадет, никто у вас ничего не отберет, не удалит, доступ не закроет, можно даже будет отправить рассылки, просто по расписанию не будет работать. Но так или иначе, я уже 7 лет, 6 лет продлеваю каждый год лицензии, потому что это очень дешево по сравнению со всеми остальными рассылщиками. Дальше можно провести тесты, вот здесь есть отправить тестовое письмо себе, ибо проверка безопасности, запишите проверку на спам, это как раз через mail-tester будет отправлено письмо. Я уже не проверяю, хотя здесь что-то ему не нравится, а ссылочка не понравилась на решеточку, ну и ладно. Это то, что я сейчас выносил в процессе записи данного видео. данного видео. Это синтетический тест, он не означает, что все плохо, если будет галочка, вот у меня говорит 7,4, и сбросил 2,1 балла на второй штучке. Вообще, вторая штучка, вторая вкладка не важна, важна вот эта только третья. Второе, что он сбросил, что ему не понравилось, смотрим, самое большое, миксит, yes, too many, короче, слишком много разного содержимого, смешанного, ну типа кнопки, картинки, тексты и блоки, вот это синтетика, то есть это ненатуральное тестирование и почтовый сервис абсолютно нормально относится как к всему содержимому. Самое главное для почтовых сервисов, чтобы у вас были подлинные подписи, что вы не спамер, ну что вас не подделали как минимум и что вы не в черном списке. Вот это самое важное, все остальное здесь не имеет значения. Вот, сохраняем и продолжите, нажимаем итог и вот у нас на последнем шаге, еще ничего не происходит на последнем шаге, просто нам показывают, что вот у вас такая-то штука и будет столько-то там людей. А так как это письмо уже отправлено, вот это важный момент, обратите на него внимание, так как письмо это отправлено, спустя время вы можете дойти до этого шага на этом же самом письме, то есть письмо отправлено 22 ноября, сегодня я записываю там 1 декабря условно, и я могу еще раз отправить это письмо по тем пользователям, которые попали вот в этот список, то есть не всем отправлять, а только тем, кому оно не было отправлено, кто находится в этом списке. Это очень классная штука, что Asimiling сам сегментирует и сверяет и делает ничего не нужно для того, чтобы переотправить письмо новым пользователям, либо тем, кому не доотправилось. Вот это то, что касается письма. Переопределение писем, ну и дальше мы нажимаем отправить, и оно отправляется. Переопределение писем, это перепределение системных Joom-овских писем или WordPress-овских писем, если стоит на WordPress, относительно сброса пароля, относительно регистрации и так далее, то есть транзакционные письма, взаимодействие пользователя и CMS. Если вы используете только для рассылки, эта штука вам не нужна. Автоматизация. Здесь мы можем задать автоматизацию, то есть у вас может быть действие, которое будет выполняться по триггеру, по какому-то событию, либо это действие, которое вы совершите один раз, например, взять и всех, кто открыл такое-то письмо, подписать вот прямо сейчас на такую-то рассылку или на такую-то компанию. Вот. В чем разница в том, что одно действие делается, как только наступил триггер, триггер может наступать регулярно, а другое делается сразу при вас. Вот. Нажмем создать и здесь у нас по триггеру это может быть каждый раз по симайлингу, то есть раз в 15 минут, каждый день в такое-то время, например, там в 10 часов, каждую неделю в такое-то время, то есть когда у нас сработает правило, либо в какой-то понедельник в такое-то время, либо каждую там какую-то неделю. Либо это может быть триггер, базирующийся на действие пользователя, то есть на день рождения, при создании учетной записи, при изменении. Но нас здесь больше всего интересует, когда пользователь открывает письмо, либо когда пользователь подписывается на какую-то рассылку, либо когда пользователь описывается, описывается, как осимайлинг об этом узнает, пока неизвестно. Либо когда пользователь нажимает на ссылку в письме. Вот, эти триггеры нас больше всего интересуют. Например, когда нажимают на ссылку в письме. И здесь мы можем указать письмо. Наверное, письмо указывается. Да, а не электронная почта. Ну, есть трудности перевода, хотя в целом передвину хорошо, скажем так, больше опечатка. Вот, и это выбрали триггер. А дальше, на следующем шаге, мы уже выбираем условия для всех подписчиков, либо только для тех, у кого там, кто подписан на такую-то рассылку. Потом мы выбираем, что сделать, подписать, отписать и так далее. Вот, и запускаем правила. Вот так работает автоматизация. В очереди мы видим очереди, какие письма, когда у нас отправятся, сколько людей ждут этих писем. Вот. Статистики. Мы можем посмотреть всю детальную статистику. Статистика. Итак, общая статистика, общая сводка новостей, либо мы можем посмотреть по какому-то отдельному письму, количество получателей, сколько открылось, сколько кликов, какое время открыли. здесь уже какое время более интересно, хотя закономерность всегда логически прямая. Отравили, открыли, а дальше идет плавное сдухание. Поэтому вывести все же закономерность, какое время люди лучше открывают, лучше использовать другие умозаключения, нежели чем статистику, потому что она не даст информации, потому что люди сразу кликают, когда получили. Вот. Оценка открытий кликов и детально мы можем посмотреть по каждому пользователю статистику плюс карту кликов, плюс сведения о ссылках, плюс сведения о кликах. То есть вот здесь мы можем детально статистику вот каждый пользователь и сколько он раз открывал, сколько он сделал кликов, отказался, не отказался и так далее, когда открывал. то есть некоторые пользователи буквально три раза открыли письмо. Дальше карта кликов, то есть письмо и куда кликали. Вот сюда 92% кликнули, вот сюда кликнули 7%, замечательно, а вот на наш телеграм-канал никто не кликнул. Неинтересно, видимо, было. Вот, сведения о ссылках, также на какие ссылки чаще кликали и видно по уникальным кликам, а не по процентам, что создает более печальное зрелище для данного письма, в частности. Вот, сведения вообще в целом, какие пользователи кликнули, ну, такая статистика и статистика по списку, что здесь у нас есть, из каких, из каких списков пользователи получали рассылки. Вот, дополнение, здесь у нас дополнение по интеграции с Симайлингом, ой, с Джумлой либо с Фордпрессом, внутренняя передача пользователей, вот, из различных расширений, поэтому, если вы просто используете рассылку, то этот блок вам не нужен. Обработка отказов это уникальная штука, которая обладает сервисы рассылок и она позволяет чистить вам базу. По умолчанию большинство, по умолчанию, мы эту штуку отключаем, а потом нежненько так включаем. Почему нежненько, сейчас поясню. Значит, что делает обработка отказов? Она, после каждой вашей отправки, если на стороне получателя письма происходит какая-то ошибка, то вам отправляется отлуп, так называемое, письмо, которое сообщает, что не дошло и указывает причину недохода. А причины могут быть разные. Это может быть, что ящик переполнен, это может быть, что ящик не существует, самое печальное, это может быть, что домен не существует, например, перестал существовать, либо это может быть, что там Google вас заблокировал, либо это может быть, что какие-то сбои у ящика, либо это может быть, что пользователь нажал на спам в самом ящике, не в письме, а на ящике есть служебная кнопка. И что мы с этими людьми делаем? Как следствие, если ящик переполнен, то, скорее всего, нужно попробовать переотправить письмо через какое-то время, а если домена не существует или ящика не существует, то такого человека нужно отписать. Вот. И по умолчанию здесь правила настроены строго. То есть, они просто отписывают, они просто удаляют. Однажды так лишился 20 тысяч человек. То есть, я запустил все, а потом, опа, и смотрю, список-то похудел на 20 тысяч. А куда делись эти люди, по какой причине они удалились, я не знал. Поэтому, для того, чтобы у вас все работало хорошо, мы читаем, что за правило, что оно делает, и добавляем туда одно действие. Вот, ящик не существует. И что мы здесь делаем? Регулярное выражение, разбираться в них не нужно, они все написаны правильно. Нам нужно просто действие внести. Вот. Выполнить действие только после получения отказа от этого пользователя. И что мы делаем? Блокировать пользователя, и подписать пользователя. И создаем здесь рассылку. то, что, например, рассылка называется, как называется рассылка, какое у нас правило, ящик не существует. Вот ящик не существует. В итоге, вы увидите в этом списке всех людей, чьи ящики не существуют. то есть проверите, проконтролируйте правильность работы данного правила. И так, по одному включаем все правила. То есть, убираем галочку удалить пользователя. Блокировать, да, удалить, потому что разблокировать всегда можно, если будет ошибочка. А вот, если вы удалили, то вы его уже удалили. Вот. Это крутая штука для очистки вашего почтового ящика. Вот. И, собственно, что у нас остается? Настройки. Настройки. Если мы вам настраивали, то все настроили. Вот здесь сейчас в последнее время включился капитализм, дополнительное продвижение на платной основе лучших инструментов, лучших, по мнению производителя. Вот. Значит, через что отправлять? Мы рекомендуем отправлять через функцию php. Ну, это скрипт, который написал сама Similink, это не php-mail, это вот именно их скрипт, он уникальный, разрабатывался много лет, дорабатывался, очень круто, круто работает. Вот. Если у вас VPS, то отправляем через него, потому что это будет бесплатно. Дополнительно можно сделать резервный вариант, добавить Amazon CS. Вот. Там будет по центу за письмо, если вдруг что-то заблокировалось на php, идете на Amazon CS. Вот. Это совсем нужно сделать. А так, да, отправляем просто через свой сервер. Asimilin Sending Service стоит денег. Sending Blue, как Amazon CS, только дороже в два раза, поэтому как бы AAU Recommendations это с оговорочкой по мнению разработчика. Вот. Значит, здесь все у вас дальше настроено, все замечательно, обработка очереди. Вот здесь можно повышать скорость количества отправляемых пакетов. Пакет пока оставляем один, и дальше мы увеличим количество писем каждое определенное количество времени. Если вдруг вам нужно прокачать совсем новый домен, то здесь нам нужно добавить что добавить ждать секунды между письмами. То есть не делать очень быструю отправку в самых первых разах. То есть одна секунда, две секунды там можно подождать. Растянуть отправку на какое-то время сперва может быть полезно. Потому что скорость отправки также является одним из показателей, по которому почтовые сервисы обращают внимание на спамер это либо не спамер. Естественно не обязательно чтобы будет спамер, но это может быть. Дальше у нас отчеты. Видим когда запускался планировщик в последний раз. Планировщик это штука, которая запускает отправку писем и все, что накопилось до этого времени она отправляет. Запускается раз в 15 минут. Чаще запускать не нужно, потому что можно повесить все хозяйство. Почему? Еще раз поясню. точнее детально поясню, потому что для того, чтобы отправить письма, их нужно подготовить. Если вы поставили отправлять 5000 писем раз в минуту, то представьте себе, 5000 писем нужно подготовить за минуту, потом за минуту разослать, а потом снова подготовить на следующую минуту 5000 писем. поэтому стоит 15 минут, как правило. Далее здесь подписка, дабы оптим вот здесь включается и отключается. Расширенные настройки уведомлений здесь не так интересно, я покажу, что нужно. Вот здесь вписывается лицензия, обработка отказов, для того, чтобы работала обработка отказов, здесь параметры ящика, на которые шлются отказы. Нужно указать сбор данных. Значит, вот эту галочку «Собирать статистику», если вдруг увидите, что у вас большое количество людей, все, например, идут на вебинар, вебинар будет в 19.30, в 19.20 вы разослали письмо, и все начинают кликать, и в 19.20 вы разослали письмо. Естественно, большое количество кликов, 10 тысяч человек, допустим, получило письмо, тысяча кликнуло, это большая нагрузка, поэтому можно отключать отслеживание как для всего смайлинга, так и для отдельного письма, для того, чтобы не положить сервер, если вы понимаете, что у вас прямо сейчас в 5 минут будет большая нагрузка. Вот такой момент. Очищать статистику после 6-12 месяцев рекомендую ставить, потому что, во-первых, статистика не актуальна уже после 6 месяцев, и с этим ничего уже не интересно, а если большая база, то статистика может потом замедлять выборки пользователей и новую статистику, предоставление новой статистики. Поэтому рекомендую включить. В безопасности, если вы используете внешние формы, то я рекомендую поставить разрешенные хосты, каких доменов могут подписываться пользователи на Asimile.ling, то есть на Schoolmaster.ru стоит здесь Asimile.ling, а допустим стоит на LK Schoolmaster.ru или на Alex.ru.tf.ru в любом месте. Домены нужно внести, иначе подписка не сработает. Ну и там секретный ключ его нужно будет взять в форму. Вот здесь можно проверить целостность базы данных, все с ней в порядке. Ну и языки здесь все логично. Вот. Рассказал про Asimile.ling. С вами был Александр Куртеев. До скорых встреч. Пока-пока.